да давненько давненько я не делал ночных быстрых обзоров по свежим новостным статьям от банджи почему бы и нет ведь сегодня нам рассказали про кросплей а я знаю как многие из вас ждали этой функции чтоб наконец поиграть со своим другом который никак не соберет пока из-за дефицита железа ну или с тем который все еще ждет своего предзаказа на новенькую консоль короче к делу кросплей станет доступен уже в следующем сезоне в пятнадцатом точной даты и правда при этом не назвали и подметили это отдельно так что похоже что не на старте сезона будет функция то но все же наконец-то стражи на xbox playstation пк и стадия смогут объединиться в группы последние кстати считаются за консольщиков если что разработчики говорят что не хотели чтобы имя над головой вашего стража менялась как-то от зависимости от того с чего вы вошли в игру поэтому все некие приведут к общей системе например добавят идентификаторы типа как в дискорде они будут отображаться только во всплывающем окне они рядом с ником так что приводя все к общей системе все ники обязательно промодерируют уберут оскорбительные имена а еще очистят от знаков которые не могут быть использованы для поиска типа все эти иконки револьверов и прочий мусор для упрощения поиска друзей будут фильтры по платформам чтобы не найти двух джонни лейни с пк и со стадии какой-нибудь ну а сами инвайты и поиск друзей теперь полностью интегрированы в игру что выглядит как то что нужно было бы давно сделать еще лфг функция для поиска команды на разные активности из официального мобильного приложения будет тоже интегрирована в игру и через приложу ли эту можно будет мгновенно отправлять приглашение напарником в команду или в клан ну или также быстро найти товарища и кинуть ему запрос на добавление в друзья кстати говоря о доработанных социальных функциях внутри игры банджи добавили дополнительные инструменты конфиденциальности чтобы игроки могли защитить себя от преследований и нежелательных прицепов или приглашений это можно будет настроить тоже прямо в игре ну и самое животрепещущие что насчет пвп то ну чтож на запуске кросплея в плейлистах гамбит гарнила железное знамя и осирис конечно же при подборе случайных команд игроки из пк будут сцепляться только против игроков с пк а консольные игроки будут играть против консольных но без привязки платформе то есть xbox playstation без проблем но учтите что если вы запускаете матч из этих плейлистов в команде собранной из игроков с пк и консолей то играть вы будете против пк игроков даже если в команде 5 консольщиков и один пекарь а вот подбор в пве активности работает абсолютно на всех равнозначно дополнительно уделили внимание чатам текстовому и голосовому когда кроссплей релизница голосовой чат между платформами не будет доступен совсем но это временно там была какая-то проблема и банджи не захотели откладывать и дальше введение кросплатформы только потому что возникли проблемы с чатом поэтому решили релизнуть без него а потом уже допилить и сделать зато сказали что после релиза дополнение королева ведьма текстовый чат появится и на консолях сначала его тоже добавят только для отображения чтобы консольные игроки могли хотя бы видеть о чем пишут их друзья с пк а позже в следующем году добавят поддержку юсб клавиатуры для ввода текста играть с нее кстати не получится если что ну а кроме кросплея в статье напомнили что последнее в этом сезоне железное знамя начнется уже 3 августа а в следующем сезоне саладин привезет новое оружие такие новости напиши в комментариях на какой платформе играешь и рад ли скорому появлению кроссплея вспоминая бесчисленное количество людей которые пишут мне в чат на стримах когда я вожу кого-нибудь в рейд вожу ли я на playstation или планирую вводить на иксбоксе думаю такая возможность для нас с вами друзья актуально будет так что сыграем до связи